Добрый день! Высветлял Олег Синцерову. Неодинная задача. Процессу лоткования у инвалидов сегодня так само надается значная увага. У нас четыре предприятия. Это Швец, Рубин, Стимул Плюс и Спаситель. Стимул Плюс, Спаситель и Швец, они выпускают, ну, у них швейное производство. Предприятие Рубин, он занимается ремонтостроительными работами, перемоткой двигателей и дроблением отходов пластмассы. В Гомельском унитарном предприятии Швец сегодня прасусь каля 280 человек, 170 зеких инвалиды. Узроблены тут спецадзения, прануты работники Гомсельмаша и Бавруск Агромаша, Витебска дома бытовнического комбината и Гомель Энерго. А прачатагу некакие десятков инвалидов прасусь непосредственно по месту жихарства. Яны вырабляют тэш рукавицы, например. У администрации предприятия кажут, что продукционность працы у инвалидов не такая высокая, как у здоровых людей. А яны так само сдольны приносить корысть громадству. Они такие же, как и мы с вами. Они просто немножечко отличаются. Но когда они приходят в коллектив, им проще. Кому-то труднее, кому-то сложнее. Но они адаптируются и работают. Подаденных областного комитета поправца занятости и социальной обороне, только для набытя сродков реабилитации для инвалидов, все это с бюджету накировано 16 миллиардов рублей. Хоть допомогу сегодня оказывают не только державные структуры. На передаде Дня инвалидов на Гомишине стартовала акция от «Чистого сердца-2». В ее рамках планируется организовать сбор подарунков для молодых инвалидов, которые проживают на территории в области. Сервит организаторов, выконавшие комитеты, телерадиокомпания «Гомель», областные организации «Червоного крыжа» и «Союза Жанчин», Гомельская епархия Белорусской православной церквы и областный комитет поправца занятости и социальной обороне. Протягнется акция до 13-го студеня наступного года. Вот этой акцией не только оказываем помощь и содействие в улучшении, скажу так, каких-то бытовых условий, психологическая какая-то поддержка. А плюс ко всему, на мой взгляд, это основное то, что мы показываем обществу, то, что у нас есть и эта категория людей. Просто судьба у них так сложилась. И однозначно сегодня я говорю о том, что наши люди уже к этим вопросам очень относятся по-доброму, по-нормальному и с сопереживанием к этой категории. Алексей Нечеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». На Узбраині ДАИ заявился мобильный аппаратно-программный комплекс контроля выконания правил дорожного руху «Парк Райт». За первый день выкористания прибора колькость выявленных порушений узросла удвоя. Зараз техника працует в тестовом режиме на головных транспортных артериях областного центра. Прибор усталяванный на лобовом шкле службового автомобиля. Для его монтажу хапаюся го 5 хвилин. Транспортный рух аппаратно-программный комплекс фиксует на видео. Одночасово отбывается сшитвание номерных знаков и зверка их с усими яснующими базами дадзиных. Информация о порушении передается по рации экипажу, який стоит у концы улицы. Усяго за первые 2 годины таким шином было проверено каля 400 автомобилей. При этом порушальников и уприватность себя справников было выявлено в два раза больше, чем взвышайно. Фиксируют правонарушения, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и так далее. Кроме того, вне зависимости от выбранного режима фиксируются, идентифицируются номерные знаки проезжающих автомобилей как в попутном, так и в встречном направлении. В Гомеле прошел областный форум студентских талентов «Зимовая веселка-2015». У делу им приняли команды 8-ми вышедших наушальных установ Гомельской области. Студенты в НУ представили на суд жюри свои оригинальные творческие программы, которые складывались с танцевальных, вокальных, инструментальных и театрализованных номеров. За ходом яркого и видовищного шоу назирали наши корреспонденты. Областный форум студентских талентов «Зимовая веселка» собрал на одной сцене команды самых творчих, креативных, артистичных и активных студентов высшейших наушальных установ Гомельщины. Это лепшие спеваки, танцоры, актеры, выканавцы оригинальных жанров по выниках конкурсов «Анука, першокурсник». На то, как продемонстровать свои творческие сдольности и таленты, у делникам «Зимовой веселки» на все про все дается 20 хвилин. Представить свою ВНУ треба неординарно, с особливым колоритом и разыночкой. Областный форум студентских талентов «Зимовая веселка» – это заусюду яркое и видовищное шоу. Подчас его проведения на сцене разгортываются захопляльные, танцевальные, вокальные, инструментальные, театрализованные номеры. Тема селетних студентских форм «Молодь – богатцы нации». У своих оригинальных творчих программах студенты высшейших наушальных установ Гомельщины раскрыли ее Рознобакова. У нас идея, у нас тема «Все в первый раз». И у нас идея то, что мы поступаем в университет в первый раз, мы выступаем в первый раз, мы живем один раз, мы влюбляемся один раз. Розыгрыш жартовных ситуаций, связанных со студентским бытом и сессией, интерпретации ведомых российских телешоу и навод фантастичных замежных сериалов поджитева университета Гомельщины и шмат инших, текавых и нестандартных сценичных задумок было реализовано подчас зимовой веселки 2015. «Каждый, кто переступил этот порог, навсегда останется в истории нашего университета. И только вместе мы составляем большую картину под названием «Белгут». Цару отголовных критериев оценки конкурсных выступлений у раскрытия сюжетной линии творчей программы умение удельника выполнено триматься на сцене и продемонстрированы в зрове них ваконавчика мастерства. «Отрадно видеть нашу молодежь перспективную, интересную, креативную, как мы обычно говорим, с хорошей энергетикой, с хорошим зарядом, истинное наслаждение от этого, не побоюсь сказать, праздника». Областный форум студентских талента у зимовой веселках – это визитная картка Гомельщины. Украине ему нет аналогов. А тому зараза разглядается пытание, как вывести гэты масштабный и запотребованный молодзютворчий конкурс на республиканский взровень. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. У картины галереи Гаурей Лавашенки ярким колером и экспрессией нанесли соправдный удар по шерых снежинских буднях. Свой новый выставочный проект в культурной установе представил Гомельский мастак Александр Пясецкий. На выбор житевого шляха у мастака поплывали працы самобытного речицкого живописца Александра Исачова. После знакомства с его творчеством уроженец Мазырской земли в 87-м году приехал в Гомель. Первым кроком до признания было поступление в Училище народных промыслов. Наступной преступкой стала Мастацкая в Училище. Уже в 90-м отбылась его первая персональная выстава. Зараз за пляшем Александра уже не одна поспеховая экспозиция. Усей его працы относятся до фавизма. У этом выставочном проекте проставлено коля 30 работ, які адлюстровують розные перейды яготворчасти. И на этом поколюсе за развитем падей сашити по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин